Сегодня у нас элективная астрология. Очень интересный раздел. Я им пользуюсь постоянно. Это то, что в арсенале астролога совершенно необходимо. Запросы от людей постоянно именно по этой теме идут. И вам для вашей жизни, скорее всего, понадобятся. Что такое элективная астрология? Я думаю, вы понимаете, что такое элекция. Корень, о чем вообще речь здесь идет. Выбирать. Выбор. Задача элективной астрологии – помочь правильно выбрать время для начала какого-то дела. То есть, по сути, для рождения какого-то дела. Гороскоп есть не только у людей. Гороскоп есть не только у людей. Он может быть у любого проекта, у любого дела, у любого бизнеса. У всего того, что рождается, живет и умирает. Собственно, все дела в нашей жизни проходят этот цикл. Что-то начинается, живет и либо переходит в другое качество, либо умирает навсегда. Соответственно, элективная астрология помогает нам выбрать момент для рождения какого-то нового гороскопа. Мы не можем выбрать момент для рождения ребенка, потому что ему самому виднее все-таки, когда рождаться. Но момент для того, чтобы наше, скажем так, магическое дитя было здоровеньким, хорошо кушало и радовало нас. Мы можем. Возможности направления очень широкие. Элективную астрологию можно использовать вообще везде и всегда. Вот тут можно уже заморачиваться вплоть до выхода в магазин для практики, для вашего удовольствия. Элективная карта составляется на то место, где происходит событие. То есть, если вы собираетесь строить дом в Таиланде, то вы строите элективную карту на то самое место, где вы будете это делать. Элективная карта – это просто момент. То есть, это, по сути, транзитная карта на тот момент, когда вы примерно решили что-то начать. Или когда вы, на тот момент, на который вы посчитали, что стоит в этот момент что-то начинать. В целом и в общем, элективная астрология нужна для усиления благоприятных факторов и ослабления неблагоприятных. Вот. То есть, один из таких важных моментов элективки, что иногда бывает такое, что мы не можем подобрать идеальную карту. На самом деле, судьба всегда противится нашему вмешательству. И подобрать абсолютно идеальный гороскоп для какого-то дела практически невозможно. Мы всегда чем-то жертвуем. Мы выбираем карту, в которой прописано развитие бизнеса, но фиговые партнеры. Или мы выбираем карту брака, где этот брак будет идеальным продолжаться годами, но при этом мы будем в конфликте с детьми. Ну, то есть, какие-то такие вещи мы всегда должны понимать, что что-то будет. Значит, иногда для выбора гороскопа для успешного дела нужно немного хотя бы избавиться от неблагоприятных факторов. То есть, мы уже говорим не об усилении каких-то позитивных сторон, а хотя бы убрать Сатурн и Марсы, например, которые могут нам всё испортить. Это уже хорошая тема. Большинство людей, не использующих элективную астрологию для начала своих процессов в жизни, не понимают, на какой свет светофора они едут. То есть, по сути, когда горит красный, когда горит жёлтый, когда горит зелёный, не смотрят. Могут проехать на красный, ну и, соответственно, получат результаты в качестве штрафа или аварии. У нас с вами появляется инструмент, когда мы понимаем, в какой момент зажжётся зелёный свет. То есть, в какой момент Вселенная будет готова поддержать наше намерение. То есть, по сути, это именно поддержка намерения. Я очень много всего делала по элективной астрологии. Могу сказать, что это прям работает. То есть, нужно, наверное, обладать очень плохой кармой, чтобы она не работала. Хотя такое тоже бывает. Помните, что элективная астрология выбирает именно начало действия. Сам момент зарождения. Это довольно непростая история. Что такое начало действия? Это когда мы расписались, или когда мы вместе начали жить, или когда у нас был первый секс. То есть, например, начало отношений. Не просто посчитать, не просто понять. Обычно люди как-то сами примерно понимают, в какой момент это... Ой, это уже Харарку начинаю рассказывать. В любом случае, да, я просто провожу примеры о том, что начало какого-то процесса, оно часто неуловимо. Открытие бизнеса, например. Довольно сложная история. Куча договоров. Люди, да, подпись ставится в одно время. За стол начальника мы садимся в другое время. Официально там открытие происходит в третий момент. И мы должны действительно понимать, что мы берем за точку отсчета. Как правило, это самый простой способ. Мы берем точку отсчета на тот момент, когда начинает выполняться функция того, что мы запланировали. То есть, допустим, мы делаем сайт. На какой момент строить электив? На момент его публикации в интернете? Или на момент заказа для программиста? Или для чего? Функция сайта, чтобы на него заходили люди. Соответственно, сайт начинает функционировать, когда он исполняет свою задачу. То есть первый человек заходит и регистрируется на форуме, допустим. Мы просим своего друга в четверг в 23.46 зайти на наш сайт и зарегистрироваться. В этот момент электив работает. Это старт. А конкретно с сайтом, допустим, если будет сайт подготовили, закупили доменное имя, и вот тот момент или тот день, когда мы его активируем, публикуем, выкладываем на сервера, это может быть в нем или нет? Если на него никто не зайдет, то нет. Таким будет шутбингом? Да. То есть по сути... То есть нужно одновременно? Да. Лучше он открывается. То есть вы сначала его заливаете на сервера закрытый, он не работает. Вы этого открываете. Все ваши друзья в этот же момент сразу заходят и регистрируются, все, сайт начинает работать. То есть тут нужно понять, в какой момент рождается какое-то дело. Это всего лишь пока вступление. Я вам сейчас буду самое интересное рассказывать. Очень много ограничений у элективной астрологии, касающихся личности и успеха личности. Такие же ограничения, как у всех остальных методов. Если у человека в гороскопе нет способности к сценической деятельности, то искать момент для театральной карьеры довольно бессмысленное занятие. Если в принципе он потенциально это не может делать, какой бы великолепный электив вы ни построили, но у человека кармически ему не положено это делать, ну что-то может где-то произойти. Но, да? А можно ли таким образом как раз сглаживать какие-то свои слабые стороны? Еще как. То есть у меня есть слабая сторона, ну предположим, я не умею разговаривать, поэтому когда я иду на новую работу, я подбираю время таким образом, чтобы там вот эта способность хорошо разговаривать была. Конечно. Ну тут скорее ты будешь подбирать момент для того, чтобы просто работа была для тебя, приносила доход, и ты была в ней успешна. Каким способом это будет делаться? То, что ты спрашиваешь, это астромагия. Вот момент... Следующая. Направление там на твой Меркурий будет. Это вот я буду потом рассказывать. Сейчас мы на какие-то внешние дела ориентируемся все-таки. Вот. То есть по сути вы можете проехать на зеленый свет только в том случае, если этот проезд не противоречит вашей истинной воле. Давайте я так скажу. Да? То есть если он не противоречит вашей изначальной природе. И если великий архитектор не будет против в целом. Перейдем к делу. Правила построения... То есть в целом вы понимаете, что такое электив, да? Просто какая-то карта на какой-то момент. Построена по определенным правилам. Момент рождения. По сути, если бы нас с вами, наше с вами время рождения, наши родители выбирали, тоже были бы элективы. Электив рождения ребенка. Я вам рассказывала, как одна астрологиня подобрала себе для Кесарева электив. Значит, она подбирает карту, где абсолютно все гармоничные аспекты. Все гармоничные аспекты, все планеты в идеальных положениях. Ни одной проблемы вообще. Ей делают Кесарева в этот самый момент, когда она сказала, вот, значит, я подобрала электив, хочу, чтобы ребенок был вот такой. Ну и угадайте, кто рождается. Все наоборот? Человек с психическими отклонениями, у которого нет проблем. У него проблем, в принципе, нет, он аутист. У него нет, как бы, вообще не в контакте ни с чем. Проблем особых нет, он их не чувствует. Но, Витяна, получается, в данном случае Кесарева, это же уже нарушение, грубо говоря, божественного промысла. Это же не... Тут я не могу сказать, как бы, от лица великого архитектора, что он там, значит, как это все планировалось. Кесарева у каждого второго сейчас. Нет, нет, я имею в виду время выбора. Именно расчет. Именно расчет. Ну, вот, как бы, это как спросить исполнение желания у джинна какого-то. То есть ты, вроде, заказал, а что-то получил. А что-то замужил, а что-то, а он не так хочет. Да. Вот высчитывает, но врачи, например, я могу сказать, что они в это время это ты не делал. Как бы это ты не делал. То есть у элекции есть, естественно, ограничения. Например, мы высчитываем момент, когда нам нужно подписать договор, официально в банке договор о продаже квартиры кому-то, покупателю. Банк работает с 10 до 5, а мы выбрали элекцию, которая попала нам на 2 часа ночи. Ну и как бы и все. Мы выбираем похуже вариант, который возможен. А потом мы понимаем, что в этот день банк не работает, еще хуже. И вот такие вот, как бы, поправки, они не позволяют нам, например, быть бессмертными, иметь идеальное здоровье, покупать все самое прекрасное, потому что вот Вселенная, она все регулирует. Но немножко проскочить можно чуть-чуть. Да, да, поэтому выбираем по меньшему изол. Итак, что мы делаем сначала? Я это даже не написала, но вы и так и должны понять. Проверяем свой натальный гороскоп. Хотите стать музыкантом? Допустим, хотите на весь мир, чтобы у вас была всемирная слава? Вы проверяете вообще свой радикс. Это вообще, в принципе, возможно-то? Смотрите, невозможно. И идею забрасывайте. Вот. Если какие-то варианты могут быть, вы говорите, «Угу, хорошо, сейчас мы будем искать момент, когда это возможно». Дальше вы смотрите прогностику транзитную. Вы смотрите, нет ли каких-то аспектов, запрещающих вам в данный момент, в данный период жизни заниматься тем, что вы запланировали.